24 октября в 5.14 утра северокорейские вооруженные силы произвели 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня РСЗО по морским буферным жонам в Желтом море. По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, стрельбы велись из района Чанцангбату из Дайоньонгун провинции Хванхенамдо. В тот же день в 3.42 ночи северокорейское судно Мупохо пересекло северную разграничительную линию в 27 километрах северо-западу от южнокорейского острова Пэньондо. Южнокорейские ВМС открыли предупредительный огонь, потребовав от судна покинуть территориальные воды. Пьинян утверждает, что причиной огня из РСЗО стало именно нарушение южнокорейским кораблем территориальных вод Северной Кореи в Желтом море, который проник вглубь северокорейской территории на 2,5-5 километров. В заявлении Генерального штаба Корейской народной армии, распространенным агентством ЦТАК, говорится, что Пьинян направляет серьезное предупреждение по поводу вторжения в территориальные воды КНДР. В свою очередь, объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея заявил, что Пьинян нарушил межкорейское соглашение военной области от 19 сентября 2018 года. Действия Пьиняна дестабилизируют ситуацию не только на Корейском полуострове, но и в регионе, говорится в заявлении. Северокорейские корабли достаточно часто вторгаются за пределы северной разграничительной линии в Желтом море, установленной командованием ООН в 1953 году.